Привет! Меня зовут Александр Хилько. Я основатель школы звука XSSR Academy, а также я являюсь ведущим аудиодизайнером на проекте World of Tanks. Это видео мы начали создавать еще полгода назад, и за это время сценарий оброс множеством различных деталей, которые изначально не задумывались. Но как результат получилась очень глубоко раскрытая тема создания оркестровой музыки на компьютере и музыкальной фразировки. Однажды у меня со студентом нашей школы Алексеем Клюевым состоялся интересный разговор о музыке. Мы говорили о том, что исполнитель вкладывает в нотный текст, чтобы донести до слушателя замысел композитора. Почему одно и то же произведение в одном исполнении оставляет равнодушным, а в другом цепляет и пробирает аж до мурашек? И возможно ли это все передать, только используя компьютерные оркестровые библиотеки? Кстати, Алексей Клюев является артистом Оркестра Мариинского театра, играя на альте в оркестре более 20 лет, поэтому он не понаслышке знает о музыкальной фразировке как исполнитель. Тема нашего разговора оказалась настолько глубока и интересна, что мы решили поделиться ею в этом видео. Значение музыки в любом медиапродукте невозможно преувеличить. Она играет важную роль в звуковом оформлении практически любой игры. Музыка позволяет создавать в игре нужное настроение, передать характер героя, отразить динамику игры и даже может доставлять важную для игрока информацию. Музыка — это очень важная часть геймплея, и ее качеством нельзя пренебрегать. Львиная доля аудиодизайнеров имеет за плечами музыкальный бэкграунд. Но зачастую в процессе разработки звука для игр больше требуется умение создавать тембры, нежели навык игры на инструментах. О роли звука в игровом продукте многие причастные к созданию игр зачастую забывают. С точки зрения большинства разработчиков, музыка, которую они слышат в игре, — это просто некая mp3, которую откуда-то скачали и интегрировали в игру. Не стоит забывать, что одни и те же композиции, сыгранные разными музыкантами, или даже созданные ими на оркестровых библиотеках, могут звучать совершенно по-разному. Так как для того, чтобы музыка зацепила слушателя, важно ее правильно исполнить. Вот, например, посмотрите этот отрывок. Не самая лучшая игра на инструменте. На самом деле перед нами величайший скрипач Яша Хейфиц, который дурачится и показывает, как не надо играть на скрипке. Действительно, игра на инструменте — это довольно узкий навык с точки зрения работы в игровой индустрии. Но есть и более общий навык, который объединяет всех музыкантов — инструменталистов, певцов и даже дирижеров. Если перед нами мастер своего дела, то прежде всего он не скрипач или пианист или флейтист, а музыкант, владеющий искусством музыкальной фразировки. Как, например, Максим Венгеров, выдающийся скрипач и двукратный лауреат премии Грэмми. Максим Венгеров Максим Венгеров А вот здесь сразу видно настоящего мастера, который играет всерьез, что называется «почувствуй разницу». Как нам это может пригодиться? Мы же не собираемся вставлять в нашу игру концерт Сибелиуса. Понятно, что работодатель не знает, как можно использовать широкие музыкантские навыки, так как и не разбирается в них. Он и не должен в них разбираться, так как является специалистом в другой области. А разъяснять ему такие вещи – это наша с вами задача. Постараемся сначала разобраться самостоятельно, что же такое музыкальная фразировка, а также насколько важную роль она может играть в работе аудиодизайнера. Возьмем собранную в секвенсоре известную музыкальную фразу Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро». Она сыграна только группой виолончелей, вне стального оркестра. Это сделано для наглядности, так мы сможем сконцентрировать внимание на самом важном. Фраза отрендерена в двух вариантах. Первый вариант – без динамической и артикуляционной проработки. Второй вариант проработан с точки зрения музыкантской исполнительской подачи. Можете сказать, что изменилось во втором примере? Появилась цельность, осмысленность. Фраза удерживает внимание слушать. Любая фраза, сыгранная или спетая хорошим музыкантом, всегда подчиняется ряду правил. Сейчас я их перечислю. На конкретных примерах мы также разберемся, как они работают. Правило номер один. В одной музыкальной фразе должен быть только один смысловой акцент. Это как в разговоре. Одна мысль, один акцент. Появление же равнозначного акцента дробит мысль, а значит вредит ее целостному восприятию. Мы никогда не делаем акцент в речи на каждом слове или через слово, а в посредственном исполнении музыки такое встречается постоянно. Рассмотрим другую фразу Чайковского, но теперь из балета «Щелкончик». Послушаем, как эта фраза звучит в исполнении Оркестра Мариинского театра. Субтитры создавал DimaTorzok развивается затухающей волной от самой высокой ноты к самой низкой. Вершина и есть смысловой акцент всей фразы. Затухание фразы можно было бы нарисовать одной плавной линией, без значимых скачков и провалов. За счет этого фраза воспринимается как одна музыкальная мысль. А теперь попробуем это воссоздать в секвенсоре. Теперь к группе виолончелий мы добавили две арфы для более комплексного восприятия фразы. Субтитры создавал DimaTorzok Звучит не очень. Согласны? Это довольно грубо и однообразно. Как марш в плохом смысле этого слова. Фраза статична, в ней совсем нет полета. А теперь попробуем сделать правильную фразировку. Субтитры создавал DimaTorzok Совсем другое дело. Стало гораздо лучше. Это уже похоже на музыку. Здесь проработана фразировка и динамика. Также в проекте установлена серия темпомаркеров. Они синхронно во всех голосах немного изменяют темп. Таким образом мы создаем динамику, которая подчеркивает движение фразы. Правило номер два. Динамика фразы. Громкость звука, интенсивность и атака всегда развивается по направлению вверх и затухает по направлению вниз. Здесь фраза тоже опирается на первую ноту. Но в отличие от предыдущей, после небольшого затухания развитие продолжилось новой волной, большей интенсивности. В ходе которой мелодия захватила более высокие ноты. Правило номер три. Это правило вытекает из предыдущего. При скачке на любой интервал вниз нижняя нота не может быть акцентированнее, чем верхняя. Если этого специально не просят композитор, конечно. Спуск вниз должен быть очень осторожным. Особенно на легато. Пренебрежение этим правилам гарантированно испортит музыку. Мы видим, как скрипач нота за нотой забирается вверх, что отражается в динамике фразы. А потом следует резкий спуск. Сразу на три тона. Правило номер четыре. BPM в классической и околоклассической музыке не догма. Для подчеркивания значимости той или иной ноты можно и нужно выделять ее, беря столько дополнительного времени, сколько требуется. Здесь Максим достаточно вольно обходится с BPM, потому что это каденция, и солист может позволить себе здесь большую свободу. Каденция – это вставка виртуозного характера, исполняемая солистом без аккомпанемента оркестра. Но свобода не является самоцелью. Максим использует темп как средство выразительности. На проходящем материале он его ускоряет и замедляет, чтобы подчеркнуть драматическую значимость узловых моментов всей конструкции каденции. В секвенсоре можно брать дополнительное время, как находясь в рамках одного BPM, так и ставя дополнительный темпомаркет, для того, чтобы немного расширить время. Правило номер пять. Если в мелодии встречается повторяющийся элемент или рисунок, он не должен быть исполнен с одинаковой фразировкой. Обязательно в чем-то должна быть хотя бы небольшая разница. Например, в общей динамике, в динамическом движении, в тембре или в атаке звука. Выбор конкретного варианта рандомизации должен быть продиктован общим характером мелодии. Фразировка должна быть всегда разнообразной и всегда куда-то стремиться, иначе мы не удержим внимание слушателя. КОНЕЦ Многократно повторяющийся рисунок мелодии постоянно подчинен общей динамической линии. Плюс к этому движение внутри фразы постоянно дышит. Едва уловимо. То ускоряюсь, то замедляюсь. Ну и наконец, забираясь на самую высокую ноту, Максим подчеркивает значимость этого события, уже заметно расширяя темп. Все эти правила хорошего тона для музыкальной фразировки, конечно, придуманы не нами. Мы лишь постарались в сжатой форме рассказать о них. Но отдадим себе отчет в том, насколько они значимы для музыки. В музыкальной среде работа над фразировкой важная часть репетиционного процесса. Мы с Лешей Клюевым решили попробовать реализовать реалистичный звук на секвенсоре. За основу мы взяли отрывок Клода Дебуси Мори. А затем попросили музыкантов дать обратную связь о проделанной работе. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok А теперь давайте послушаем, что скажут профессиональные музыканты об этом звуке. Мне, как классическому музыканту, играющему в оркестре каждый день, первое, что бросается в уши, это идеально ровное метрическое звучание. Живое оркестровое звучание не может быть таким механически ровным. Тем более в такой музыке, как Море Дебюси, не хватает музыкальной агогики и живой музыкальной фразы. Что касается тембров оркестровых, в первую очередь струнная группа сразу слышно, что это не живые инструменты. Во-первых, на сменах гармоний нет отзвуку о предыдущего аккорда и из-за этого ощущение как бы дырки между аккордами и несвязанности. И сам тембр струнных инструментов звучит немножко плоско, ему не хватает объемности звучания. Также не очень вызывают сомнения, так скажем, тембры ударных, у летав и у тарелок. Я думаю, что в целом получилось очень хорошо, только вопрос здесь не в красоте звука и не в тембрах. Просто это слишком идеально. Это такая, к счастью, недостижимая мечта дирижера, чистая и ровно. Может быть, надо вертикали аккордов хотя бы немного раздвинуть по времени. Ведь обязательно кто-то сыграет чуть раньше, а кто-то чуть позже. И не бывает у людей таких точных унисонов. Человеческая игра прекрасна своей индивидуальностью и несовершенством. Например, Ауэр в Лебедином озере специально играла октава чуть фальшиво, чтобы было слышно, что это октава, а не унисон. А Рихтер ставил два метронома с разным темпом для каждой руки. Однажды слышала рецензию на концерт одного известного коллектива, в которой было сказано, что все было настолько зарепетировано и отработано, что единственным живым местом в симфонии был кикс трубы в четвертой части. Ну вот, мне кажется, что этот условный кикс и есть самое ценное в исполнении музыки. Не похоже на живой оркестр, потому что слишком точно по времени и интонации. При всем желании человеческий фактор не дает добиться такой совместности взятия аккорда в группе даже из пяти музыкантов. Плюс к этому, легкие расхождения по звуковысотности в живом исполнении дают более широкий объемный тон. Для приближения к живому звучанию стоит поискать функцию гуманайз в библиотеках и немного изменить пич отдельных инструментов. Например, арфа никогда не бывает так идеально темперировано настроена. Прослушала фрагмент моря DPC. Я знаю, что многим моим коллегам не нравится, как звучат струнные в данном фрагменте. Для меня струнные здесь в хорошем смысле завуалированы в богатой фактуре и, в общем-то, не сильно выделяются. И даже арфа, которую хорошо слышно, для меня все-таки похожа более или менее на настоящий инструмент. А вот духовые и медные, и деревянные мне очень сильно режут слух. То есть для меня это звучит просто обычный синтезатор, тембр, взятие звука, фразы, дыхание. Ну, все это слишком ненастоящее. И такое, кто-то сказал, слишком идеальное, может быть, слишком идеальные смены вертикалей. Но для меня это даже, мне хочется произнести совсем другое слово, для меня это слишком примитивно звучит. Кроме того, даже не всегда понятно, какой инструмент был задуман. Потому что иногда вместо, не знаю, волторной или фаготы кажется, что это звучит, например, бас-гитара. Ну, в общем, какие-то совершенно не акустические инструменты. На 25-й секунде многие заметили, что происходит какой-то удар. Как выяснилось, в этот момент наступают ударные. Но кажется, что это просто очень сильный акцент у духовых, который происходит вне вообще контекста DBC. И действительно уши не понимают, что это ударные. Ну, и вообще вот эта вот живая материя, которая есть при исполнении музыки настоящим оркестром, когда чуть шире играются триоли, чуть быстрее шестнадцатые, чуть позже берется какая-то нота. Ну, все это вот именно такой живой организм на компьютере. Я не знаю, насколько это возможно все реализовать. И возможно ли. Пока что этот отрывок для меня скорее нет, чем да. После этой критики Алексей решил, послушав совет, внести правки в свой проект, чтобы добиться максимально возможного сходства с живым оркестром. И вот что получилось после исправления. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я попросил Лешу Клюева записать аудиокомментарий, в котором он раскрывает суть проделанной им работы над исправлением недочетов. Мы их поместили в самом конце этого видео. А как вы думаете, получилось ли у нас добиться живого звучания? И вообще, возможно ли на компьютере делать живую и приятную слуху музыкантов музыку? Поделитесь своими мыслями в комментариях к этому видео. Все, о чем мы рассказали сегодня, одинаково работает на любой музыке, где есть мелодия и голосоведение. Как только все голоса вашего микса будут проработаны музыкально, то он оживет, начнет дышать, возникает та магия, которую мы любим в музыке. Все ранее сказанное мной достаточно простые законы. Поэтому здесь, как и в многих других областях аудиодизайна, тоже работают системные и инженерные подходы. Над фразировкой нужно работать, рассматривая весь комплекс голосов, как систему, внутри которой можно конструировать динамическое развитие. Ну что ж, большое вам спасибо за внимание. У меня на сегодня все. Но не выключайте это видео. В конце мы поместим аудиокомментарий о том, как были исправлены недочеты. С вами был Александр Хилько. До новых встреч. Пока. Итак, приступим. Давайте я расскажу вам план действий, по которому я исправлял все замечания. Во-первых, сразу делюсь лайфхаком. Чтобы добиться более слитного, легатного звучания, нужно, чтобы каждая меденота как бы наползала на следующую. Этот прием работает в большинстве случаев, но не всегда. Например, с бас-тромбоном это сделать у меня не получилось. Чрезмерная синхронность. Чтобы решить эту проблему, нужно добавить небольшой элемент несовместности внутри группы инструментов и в целом в партитуре. Для этого необходимо проработать миди-партии. В рипере, которым я пользуюсь, есть очень подходящая для этого опция, которая называется Humanize Node. С ее помощью можно задать рандомное смещение миди-нод относительно сетки проекта. Степень смещения при этом можно задавать произвольно. Обрабатываем с помощью этой функции все партии, результат контролируем на слух. Слишком криво быть не должно. Особое внимание уделяем партии, которые хорошо прослушиваются. Также с помощью этой функции можно задать тяготение к общему запаздыванию партии или к опережению относительно сетки проекта. Еще с помощью функции Humanize Node можно рандомизировать значение Velocity. Это тоже поможет нам очеловечить партии. Общее движение музыки и плавное изменение темпа. Помните, в первой половине видео мы обсуждали правило номер 4? BPM в классической и околоклассической музыке не догма. Так вот, это в равной степени касается как отдельных фраз, так и общего движения произведения в целом. Должен отметить, что темп проекта с самого начала был не статичен. При размере 4 четверти он колеблется от 56 до 70 ударов в минуту на четверть. Другими словами, темп то убыстряется, то замедляется. Но очевидно, что это было сделано слишком скромно и недостаточно убедительно для моих коллег. Темповые колебания стоит сделать более выпуклыми, контрастными. Тогда этот аспект, свойственный живому исполнению, станет более заметным и убедительным. Также нужно прописать более свободную ритмическую динамику внутри некоторых отдельных значимых фраз. Здесь как раз речь про то, чтобы сделать, к примеру, триоли более широкими, чем того требует темп проекта, ускорить или замедлить ту или иную часть фразы. Тут следует помнить о том, что если мы ускорили какую-то часть фразы, то другую ее необходимо наоборот расширить. Другими словами, занял у темпа? Отдай. Очень важно уделить внимание триолям. Особенно это касается триолей, с которых начинается фраза. Например, во время первого удара тарелок мы слышим нисходящую триоли у всей группы деревянных духовых. У таких триолей три ноты никогда не будут одинаковыми по длине, хотя формально они и одинаковые. В живом исполнении первая нота триоли всегда будет самой длинной, а третья самой короткой. Это также относится к большой триоли, с которой начинается самое первое вступление Валторн и Фаготов. Двигаемся дальше. У нас есть несколько локальных кульминаций. Они подготавливаются Тремоло-Литавр и разрешаются ударами тарелок. Чтобы подчеркнуть значимость этих событий, мы плавно, но заметно расширяем темп непосредственно перед ними и сразу после них. Схематично это будет выглядеть так. При BPM 60 ударов в минуту, такт до удара тарелок и такт после, BPM будет меняться на каждой доле такта таким образом. На первой доле будет 60 ударов в минуту, на второй 55, на третьей 50 и на четвертой 40. Схема изменений темпа следующего такта, на первую долю которого приходится удар тарелок, будет выглядеть так же, но в обратном порядке. На первую долю 40 ударов в минуту, на вторую 50, 55 и 60. Разумеется, вы понимаете, что это лишь схема и все темповые изменения нужно делать каждый раз индивидуально, руководствуясь своим музыкальным вкусом. В общем, нужно усилить темповые изменения по всему треку, поискать еще фразы, которые можно и нужно более эффектно подать. Это поможет. Из группы ударных самые заметные и значимые инструменты в нашем отрывке, литавры и тарелки. Им уделяем особое внимание. В тремоло литавр пропишем внутреннюю динамику. Тремоло не может быть линейно ровным. Удары чуть-чуть отличаются друг от друга по силе и месту попаданию по пластику литавры. От этого немного меняется не только громкость каждого удара, но и его АЧХ, в котором меняется сочетание нижнего, среднего и высокого регистров. Кроме того, нужно иметь в виду, что в нашем случае, когда литаврист играет тремоло, то он делает крещендо, и по мере нарастания громкости звука происходит разгон по темпу тремоло, а также усиление верхней частотной составляющей в тембре звука. В библиотеке, которой я пользовался, есть регулировка параметров трех диапазонов частот и темпа тремоло. Поэтому мы легко автоматизируем соответствующие ручки в секвенсоре. Что делать с ударом тарелок на 25 секунде? Смягчаем сам удар, также ищем нужный тембр регулировкой нижнего, среднего и высокого регистров, подбираем подходящую длину хвоста затухания, звука ударов тарелок. Арфы. Нужно чуть-чуть поднять пич у арфы. Вообще идеальный струй у всех инструментов в оркестре – это недостижимая цель, поэтому для создания живости нужно имитировать некоторую нестроенность на уровне, впрочем, не особо заметной уху. Еще у арфы нужно прибрать ноты верхнего регистра, так как они вылезают за счет своей естественной резкости. Сделать это можно по-разному. Можно прикрыть их эквалайзером, но я предпочел уменьшить значение велосити соответствующих нот. Струнные. Нужно поискать оптимальное сочетание звука с ближних и дальних микрофонов. В группе первых скрипок я сделал сочетание двух штрихов – легата и штриха, которые в библиотеке называются акцентированный сустейн. Это сочетание дало мне нужное звучание и нужную атаку. Кроме этого, я добавил глубины и объема звучания у струнных, применив медленную компрессию сайт составляющей звука, а мид составляющую оставил без изменения. И немного расширил стереобазу. Флейта. Нужно сделать ноты неодинаковыми по громкости, велосити, длине. Живой музыкант не автомат, и любая одинаковость не свойственна ему. Длинные ноты у духовиков и струнных. Здесь работает тот же закон, что и в тремоло-литавр. Не может живой человек тянуть ноту так, чтобы у нее хоть немного не менялась громкость, тембр, окраска. Кроме того, хороший музыкант никогда не тянет ноту просто так. Она всегда часть фразы. Которая имеет свою логику. Длинная нота либо ведет куда-то, либо уходит откуда-то, либо и то, и другое вместе. Но она никогда не статична. Еще один очень важный момент. Исполнители на духовых инструментах должны дышать. Поэтому, когда духовик берет дыхание, для новой фразы, неизбежно возникает микропауза. Медь. Здесь я применил следующий прием. Я убрал значение велосити во всей медной группе ниже среднего. И также убрал значение форта и фортиссима в библиотеке, которую использовал. Дело в том, что на максимальных значениях нюансов и велосити в звуке меди появляется характерный треск. Такой треск бывает и в живых медных, но это не признак хорошего звука. Например, маэстро Гергии борется с таким треском и в оркестре Мариинского театра тоже. Хороший звук медных – это звук без форсирования, не зажатый, на свободном дыхании. Итак, у меди оставляем нюансы от пиано до мецефорта. Нужную же нам громкость мы получим, докрутив гейна и добавив легчайшей сатурации. Единая шина реверберации. Сделав единую шину реверберации, мы делаем посылы на нее с каждой группой инструментов. Струнных, арф, деревянных духовых, медных духовых, ударных. Далее мы на слух подбираем величину каждого посыла в отдельности.